МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что с утра люди просыпаются, хотят что-то съесть. А тут включай телевизор, а тут вы. Друзья, у нас сегодня, я не знаю, для чего мне дали арбуз. Это я попросил арбуз. Что мы сегодня готовим, Саша, в режиме реального времени? Новогодний, очень быстрый какой-то, я не знаю, завтрак, ужин-обед, все вместе. Окей, с чего начнем? Мы начнем, я думаю, с того, что нужно вот в эту историю положить рыбку. Черная треска, я заказывал, есть ли она? Черная треска. Но это на самом деле только так называется, черная, она никакая не черная. Вот она, черная треска. Что важно в этом приготовлении? Филе. Это быстро, очень. Соль, перец положили, сливками залили, спаржу покидали в духовку. Там сидишь, разговариваешь с гостями. А что еще нужно? Саша, это очень важно. Вот мы сейчас, прямо сейчас мы можем это сделать быстро. Соль, вот эта фраза, соль, перец положили. Пожалуйста. А мы можем даже это здесь сделать? Положили. Нет, лучше сначала этот обвалять. Значит, перец, а я возьму вот этой соли. Соль, перец, раз, обваляли, сюда. Пойдем. Да, еще раз. Ой, слушай, вкусная вот прям, да? Прямо видно, что она классная, вот эта рыбка. Между прочим, могу тебе сказать, что можно делать вот так вот красиво, выкладывать сразу. Конечно. Конечно, смотри, подожди, а я в перце, вот ты уже мне тут на это самое, и я тебе, смотри, вот так раз, а мы тогда вот эту кусочку сюда. А вот какие блюда ты помнишь вот из детства оттуда, когда маленький Сашка, Олешка воровал у соседей? Я воровал не у соседей, еще не только у соседей. Мама покупала, доставала перед новогодними, кстати, праздниками шоколадки. Это была очень дефицитная история, я же в Кишиневе все-таки рос. Это вы Питер, Москва, столица, а мы Солнечная Республика. Послушай, это у вас как раз были свои продукты, там все вкусно было, а мы сидели в этих... вино было свое. Дорогая страна, вот Ваня, между прочим, я его поклонник, он очень правильно живет в искусстве на телевидении, не делает карьеру, это вот важно, потому что у некоторых наших коллег смотреть без боли невозможно. А я смотрю, думаю, как хорошо человек работает в кино. Ну вот правда, я тебе говорю. Я тебя поздравляю со всеми, кстати, премьерами, которые у тебя были в прошлом году. Ну правда. Я просто говорю спасибо тебе, Саш. А как ты поешь? Ты знаешь, что я скачал твой клип из интернета. Посмотрите, как поет Ваня. А это правда, что ты придумал сам клип этот? Сашка, ну перестань. Ну скажи, ну подожди. Саш, перестань. Саша, вы мисси. Очень классный клип. Саш, вы мисси. Так, быстро сюда. Поверь мне, это неинтересно. Интересно сказать гадость про цикало? Нет, неинтересно. Цикало тоже, между прочим, я у цикало в огоньке 90, про Новый год, 91 год на 92. Огонек в 91 году у цикало, это просто цикало зажигалка встает. Они с Лолитой вели в первой студии. Значит, а я был студентом, первокурсником. И танцевал в массовке в первом ряду у цикало Лолиты. Значит, на том, а том, а потом, значит, клянусь. Серьезно? Подожди, 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 самое главное. А с дагартом, ртом, вот так, это я. Надо сказать, что и цикало так же пел, когда это исполнял, с таким же выражением лица. Но там еще есть, смотри, что я делаю. Я вот так спаржечку, вот так красиво вокруг. Так мы такими делаем, такую решеточку. Решеточку. Что сверху? Я думал, хватит, нужно заливать сливки. Сливки есть? Ах, вот. Да, да, да. Ах, вот оно ты какой хитрец. Вот у нас 23-процентные, как ты просил. Я родился 23-го июля, поэтому у меня 23. Саша, смотри, ты родился 23-го июля, а мне сейчас 23 года, и поэтому все сошлось. 23 года. 23, Саша. Я не люблю врать про свой возраст, я люблю себя уменьшать. Тогда мне 28. Тебе 28. И будет еще так лет 5, я так решил. Ты смотри. Да. Ты смотри. Заливаем? Они прям густые. Это мама сейчас. Будет такой рыбно-спаржевый пирог. Что-то мы просто все заливаем, да? Да. Мама у меня такой потрясающий торт делала в детстве, кстати, ты же про детство, сметанник. Ой. Коржи не доживали до того момента, пока они... Я говорю, ты будешь смеяться, тебе мама делала торт сметанник, а мне, моя крестная няня, она мне готовила не торт, а пирог-свининник. А ты хочешь, я тебе расскажу про свининник, кстати говоря? Про свининник? Я тебе не рассказал. Вот ты думаешь, что я пошутил, а я не пошутил, ничего. Я клянусь, это такой пирог. Это пирог, в который вставляются маленькие кусочки сала в тесто, и они вот так как бы туда внутрь, и когда он расплавляется, сало потекло. Вот это называется не свининник, это называется прекрасная, красивая штучка, которую мы на 15 минут духовку. Куда? Градусов сколько? Ну, так, чтобы было жарко. И мы это ставим на 200 градусов на 15 минут. Ну что, продолжаем тогда? Давайте, продолжаем, Саша, давайте. Продолжаем дальше, очень тоже быстро. Слушай, ты фантастичный. Фантастичный жан глядываешь. Нет, смотри, смотри, как ты сделал. Раз, оп. А я еще вот так могу, смотри. Ну ты смотри, смотри. Пэм-пэм-пэм. А еще могу так. Ребята? Мне не надо готовить, я же тебе говорю, я просто... Ребята, ребята, подожди. О-о-о-о! Не делом, так делом. Слушай, ну если честно, я... Дай про свининник тебе расскажу. Я могу, я могу, я могу, я могу. Нет, смотри. Я, Клюсь, я работал барменом когда-то. Единственное, я учился крутить. А вот так? Нет, я крут... Нет, ну вот смотри, сейчас. Сейчас, нет. Подожди. Это вокруг пальца, вот. Нет, подожди, не вокруг... Нет, нет, вокруг пальца, нет, вот на руке, когда крутишь, вот так вот на руке. Вот видишь? О, клево, это не... А еще, а вокруг пальца вот так. А еще смотри, вот так. Потом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот, все. А еще перекидка, мы можем с тобой вот так делать. Давай. Опа. Терин, терин. Все, а теперь... Все, хватит. Вот так туда, туда, туда. Сейчас, ага. Ладно, смотри, про свининник. Когда у нас был первый экзамен в Щекинском училище по сценической речи, дай мне пока, пожалуйста, досочку, я расскажу, что я буду делать. У нас такая была история, когда нужно было выйти в центр зала, практически вот в такой вот посудине, только прозрачной, были бумажки, на которых были четверостишие стихи, пословицы, поговорки. Это должен был прочитать, да? Мы должны вытащить и прочитать, но показать, провожать слова. А-а-а. Чтобы потом было хорошо слышно в зале. Оп, когда человек со стороны приходит и видит, как человек провожает... Не все то золото, что блестит. Вот, да. Да, да. И я выхожу... Мы тоже, я же, ты, может быть, не знаешь, ты меня так похвалил, но я тоже получал актерское образование. Я знаю это. Вот, и у меня, я тебе хочу сказать, у нас этого не было. У нас была такая, кто педагогу по сценическому движению до машины донесет, вот такие вот. Итак. По сцени движения у меня совсем было плохо. И что ты вышел? Я вышел и увидел, что в зале сидит Шервинг, Максакова, Эту, Шлановой, Дорошина. Ну, в общем, все те люди, которых я видел в детстве по телевизору. Это у тебя бабушка, папа, а я... У меня никого там не сидел. Ну, понятно. В общем, я вытаскиваю, значит, и мне написано, променяла поросковья поросят, это к свиннику, карася на три пары чистокровных поросят. Побежали поросята-поросе, простудились поросята, да не все. И вот я начинаю, побежали поросята-поросе, простудились поросята. И от ужаса, от волнения, да, и говорю, да не вместе! И поклонился, значит, ушел, и Шервинг, вот так вот сидевший, ну, как сейчас подумаю, как... А, можно заменить слово, он говорит, чудак, ну что же, эксцентрик возьмем в театр сатиры. Да. К чему все и пришло? Да, ну, потом... К чему все и пришло, Александр, правильно я же могу сказать? Правильно. Да? Скажи мне, а премьера состоялась уже? А, в этом? Нет, про это не надо говорить, я вот туда уже... А рота не открывается, ведь зашит. Нет, премьера состоялась тогда, я был действительно в театр сатиры, принят потом, меня с распростертыми объятиями, в общем, взяли в свой спектакль Аросева и Мишулин. Это тоже вообще потрясающая история, когда я пришел на первую репетицию и очень боялся, волновался. Ты, кстати, вот помогай мне, режь мне кружочки. А я не понимаю, что вы, Александр, делаете, вы как-то вяло режете... А ты умеешь так тык-тык-тык-тык быстро? Я тык-тык-тык, пожалуй, единственное, что я умею. Это... Я, как говорится... Ну, это называется цукини, я их назову просто кабачки. Сколько этих цукини? Вот так тоненько нужно порезать? Да, ну-ка. Просто вот такую скоростью можно уже делать. Так вот, 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 так вот. Тогда, если можно, можно параллельно разогреть сквозь сковородку? Вот именно. Вот именно, Саш. Значит, Александр, я на секундочку вас сейчас покину. Да, 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 конечно. У нас Александр Олешко просто сейчас режет, так говорится, медленно режет цукини, или как он их называет, кабачки. А у нас, друзья, сейчас короткая рекламная пауза, очень важная и для меня, и для Александра. После чего мы вернемся, и вы узнаете, почему Максим Горький смутился, когда Роман Ролан предложил ему канапе. В тайге поросшее замело бугры и кочки, а в чугунке моем тепло шкварчат беточки. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Александр Олешко, и мы, друзья, разогреваем сковородочку, потому что на этой сковородке мы сейчас будем, видимо, обжаривать, да, Саш? Вот ты тут читал про беточки, а мы прервались на том, что я был в Театре Сатири, и, значит, приглашен на спектакль... С участием Ольги Аросевой. Это нужно резать или хватит вот этого? Да я думаю, что пока хватит, но лучше давай порежем еще, чтобы всех потом угостить. Ты взаимоисключающие вещи говоришь. Хватит, но пока порежем. Я предлагаю не резать. А я весь соткан из противоречий. Смотри, что я, кстати, делаю в муку, я немножечко перчика туда беру. А зачем перчика? Сейчас расскажу. Так. Ну так вот, и про... Про Аросеву, Мишулю, но уже все, я запутался. И молодого, юного, талантливого, любимого в семье артиста Александра Олешко, который пришел в Театр Сатиры и сразу же попал в переплет между двумя народными. Можно и куриные яйца найти здесь? Других не держим. Спасибо. Саш, я... А, все понятно. Яйца сюда? Прошу. Прямо целиком? Да. Без небелки. Ты меня, кстати, учил однажды это делать, я так и не научился. Да и не надо, Саш. Ну а зачем? Ну зачем? Это все... Это для меня вообще какая-то... Да это ничего такого, это у меня на переустание. Ну дай попробую одну. Давай. Не сдавливай, Саш. Не выжимай яйцо. И что? Вот так ты стоишь 7 часов по клану. Ну видишь что? Вот у меня вот нет этого чутья. Что делать? Оп, и все. И все, прекрасно. Я так однажды маме, знаешь, как я первый раз готовил в своей жизни? Как? Мамочка, говорю, приходи скорее с работы, я тебе приготовлю сейчас. В Кишиневе, в Молдавии это называется гу-гуаши. Это то, что называют, ну, попкорн. Нагрелась. Нагрелась. Замечательно. Вилочку есть? Можно? Вилочка, 17 вилок есть. Смотри, что мы делаем. Раз. Оп. Сюда. Сюда. Потом в мучицу. В муку, в которой уже есть перец и соль. Оп. Сапцо-бэшечка. И на сковородочку раз. Нет, секундочку. Опять яйцо. Кью-трец какой. Естественно. Потому что если ты с сухой этой мукой, она что там прилипнет? Так вот, я тебе хочу сказать, как я готовил первый раз. Я звоню маме, говорю, мамочка, приходи, приходи. И то, что называется сейчас попкорн, это называется гу-гуаши на самом деле. Гу-гуаши, конечно. Просто это кукуруза, значит, высушенная. Я в казанке разогрел масло. Все эти, значит, сухие эти зерна кукурузы туда сыпал. Ну, откуда же мне знать было, что не надо, что, вернее, нужно крышкой закрыть все это дело. Ну, я пошел, значит, звонить маме. И слышу выстрелы какие-то. Захожу на кухню, а там... Стрельба. Кукуруза. Она из этого казанка стреляет. Так. Да. Слушай, ну как же это интересно. А как же на самом деле... Это было очень интересно, когда пришла мама. Ну, мама обрадовалась, конечно. Очень. Сынок, я давно хотел потолок украсть, а ты вот надо же мне помогать. Да. Ты мой мандраговый человек. А подожди, блюдо, которое мы готовим, как называется? В кляре, цукини в кляре получается? Вот это? Да. Я не знаю, честно говоря, как оно называется. Я просто помню, что это очень вкусно. А откуда это рецепт? Неожиданно гости приходят, и если есть... У меня такое ощущение. Нужно маслица, и очень горит тут. Долить маслица. Нужно, нужно обязательно. Я напоминаю всем тем, кто на осмотре думает, солили мы это или нет, что соль-то в муке уже с перцем. Да уж. Правильно, Саша? И между прочим, кстати, можно было еще чеснок измельчить. Но так как тебе и мне работать с людьми... Конечно. Мы не будем начинать утро с чеснока. Конечно. А нужна нам тарелка, потому что тут половина уже... Мы сейчас уже начинаем выкладывать. Конечно, у нас же будет много их, да? Да. Вот, я достаю такую тарелочку. А мы будем их обсушивать на бумажке от лишнего масла? Можно, если есть такая. Конечно, такая вот у нас есть, такая просто на полотенчик. Раз, такой на бумажник положим, и они тихонечко... Кстати говоря, так вкусно семечки можно жарить с маслом, потом их на газетку, потом с солью, потом еще раз в коробку. А я думал, ты скажешь, что сейчас семечки вкусно жарить, когда каждую семечку обваляешь в яйце, потом в руке. Да. Как канапешки. Как веселые канапешки, да. От Олежки. Канапешки от Олежки. Канапешки от Олежки. А канапушки от Олежки. Я сейчас буду перекладывать вот эти штучки. Я затекаю время. Так, скажи мне... Кстати, а что там в духовке? Оно еще не готово. В духовке все идеально. Дай-ка погляжу. Погляди-ка, погляди-ка. Дай-ка погляжу-ка. Ой, красотища. Красотища там, да? Ну ничего такого особенного. Главное, что это будет вкусно и быстро. А можно я тебе прошу вот эту историю заканчивать, а я приступлю к объяснению, зачем нам арбуз? Скажи, ты умеешь резать арбуз вот так вот узорчиком? Ой, нет, ты знаешь, у нас была Елена Прохлова, резала вот этот арбуз зубчиками и сделала из него вазу, потом из этой вазы все достала, потом положила фрукты, потом вот из этой вазы сделала. Подожди, я тоже хотел так сделать. Не рассказывай про Прохлова, я не знал, что... Подожди, ну ладно, сделай, подожди, но она же это сделала по-своему, а ты сделаешь по-своему. Ну, вот еще. И мы сейчас посмотрим, кто из вас, как говорится, достоин считаться настоящим приготовителем вас. А потом она из этой вазы, ну, чтобы тебе было интереснее, сделала еще ведро для поливания машины. Ну, естественно. Потом светильник сделала, торшер. Потом можно наложить маску, да? Потом сделала маску, потом сделала каску для миротворческих сил ООН. Потом уже она сделала из этого улей. Она мне очень, кстати, нравится, вот новогодняя тема, у нас старый Новый год, когда она играла Герду. Помнишь? Кстати, в «Снежной королеве». Да. Ах, какой арбуз! Вот как-то здорово, когда вдруг зимой арбуз пахнет летом. Ну, так чуть-чуть. Ну, он так пахнет, я бы сказал, так не летом, такой ранней весной. Ранней весной. Дверь прикрой, пожалуйста, видишь? Опа. Видно, Макаревич, он спит же там в шкафу. У нас Андрей иногда остается ночевать в студии. Я так, меня один раз в детском саду закрыли в шкафчике. Ты шутишь. Клянусь. Девочка. Естественно, девочка. Она, да, ко мне питала какие-то чувства, а я был какой-то такой октябренок. И, в общем, а нет, в детском саду еще не был октябренок. Был, почему? Меня переводили из одного детского садика в другой. И мама говорит, вот цветы нужно подарить воспитательнице. Так. Я торжественно пришел, вот так вот у меня был букет, только не из спаржи. Ну, там, я пришел. И раньше в детском саду, я не знаю, как в твоем детстве, у нас в детском саду висел Ленин в каждой комнате, везде. Вот. И пришел, и мама говорит, вот надо обязательно подарить. Ну, обязательно. Я хожу, вот так, как я сейчас тебя вижу, воспитальца, и вижу вот так портрет. Да. Я делаю вот так вот. Да, воспитательница. Иду, и кладу эти цветы к Ленину. Потому что я так видел, все время, все в шоке, мама вот так вот. А воспитательница говорит, мальчика в партию берем сразу, возглавит в ЛКСМ. Ну, и вот, и, кстати, не после этого, но меня закрыла девочка в шкафу, вот в этом. Она говорит, да, зайди туда, зайди. Ну, что там, что там, ну, как вот это. А девочка была не в белогвардийской тужурке? Нет. А они меня закрыли. Я там стоял, и я думаю, ну, что ж так долго-то? И темно, и все. Ну, я говорю, ну, вывести, вывести, и стал раскачивать этот шкаф, и упал вместе со шкафом, вот так закрытым на дверь. Это ужас. А на дверь упал и вообще не встал? И с тех пор я решил, что я буду артистом. И так ты попал сразу в подготовительную группу старшую, пролежал в шкафу. Это объясняет многие твои номера, и вообще... Вообще многое. Многое смысл. Но вообще ты молодец, что ты этого не боишься, об этом рассказать. Я вообще ничего не боюсь. Потому что я знаю некоторых людей, которые мало, знаешь, есть что рассказать, они не говорят. Так, так мы делаем. Смотри, нам нужно импровизационно, вот как ты хочешь или как я хочу, все равно, чуть-чуть вычистить вот эту вот серединку, и она нам понадобится. Вот можно... Да берем просто ложку, Саша. Ну, знаешь, вот я считаю так, старый Новый год, люди за две недели просто беспробудного праздника, назовем это так, ну просто им тут не до сантиментов. Ну, я думаю, что можно вот так сделать сначала, чтобы подмочь ложки, вот так вырезать по кругу немножечко. Ну, давай так. Короче, вверх, Саша, все, спасибо, спасибо. Спасибо, Саша, большое. Ну, смотри, мы берем вверх, вычищаем, да? Да, совершенно верно. Вот так. А я пока буду, если есть еще дощечка, буду резать груши, бананы. Саша, к сожалению, вот тут проблема, больше нет дощечек, поэтому мы заканчиваем программу. Это было право, а смак, кончились доски. А тарелочка есть. Тать, да подожди, Саш, дощечек, сколько, что я тебе из этих дощечек в гараж построю. Видишь, какое доверие? Кстати, как и сделал наш продюсер, у него единственный в мире пластмассовый гараж. Ну, вот так. Так, вот. Так, смотри-ка там, сколько соку дал арбуз. О, арбузные жижи. О, что нужно нам. А сок выливать оттуда? Не надо, ни в коем случае. Пускай, ну, пускай в нем все плавает. Смотри, я сейчас попробую сеанс одновременной игры. Ты резал один этот, как он называется, господи, цукини, а я целых три бананчика. Так мне сказала девочка одна, которой у нас мог быть роман с которой. И что она сказала? Какая-то у меня сегодня тема, смотри. Саша, ну, интересно. Детский сад, воспоминания. Была очень красивая, Света Голубева была. Света Голубева. Такая красивая. Мы с ней так друг друга любили, писали записки. Я эти записки складывал в конверт из-под синька барабани Гнатюка. Ой. Вообще так. Это вообще так романтично было. И она мне прислала потом записки. Это уже вся три сатира была? Это было в первом классе. В первом классе. В первом классе. И она мне написала, что я могу доказать тебе свою любовь. И вот тут нормальный бы человек, конечно, сказал, так, давай привези папины часы из дома. Она мне пишет. Или дедушкин орден. Поцелуйчик. Поцелуйчик. Представляешь? И ты ей говоришь, ну, мать. Нет, примерно так. Так, ну, я абсолютно... Она на меня смотрела как на идиота. Я к ней подошел. Все, записки, записки. А после этого подошел и сказал, а не рановато? Молодец. Это первый класс. Смотри, что я делаю. Оп. Оп. Как ведрышко все. Оп-оп. Шлеп-шлеп-шлеп. Прям туда в жижицу. Шлеп-шлеп-шлеп. Так. Оп. Ты можешь порезать яблочко. Да что мне его резать, господи? Я его туда так положу прямо. Да, понятно. Так, а чистить его? Ну, лучше почистить. Грушу можно не чистить. У нее сладкая же шкурка. Она придаст такой хрустик. Веселый хрустик. Веселый хрустик. Правильно. Хрустик. Так, Саша, я нарезаю... Да. Каким-то ты произвольным, я смотрю. Таким способом нарезаешь. А между прочим, это не важно. Тут можно и так, и сяк. Слушай, тогда, Саша, ты режешь грушу, а я, друзья, хочу вам сообщить, что у нас сейчас, прямо сейчас реклама. После чего мы вернемся сюда, к Александру Олешко, в студию СМАКа. И вы знаете, что Джон Джоли, переводится в грузинский, означает, я бы на ней тоже женился. Старый филин поутру съел собачью конуру. Для чего ж ты съел ее? Ведь тебе всего ничего. Это как бы мы переходим от стихов к прозе. Друзья, СМАК на Первом канале. Не все, что в рифму, то смешно. Эти слова Евгения Боротынского открывают новый цикл нашего семидневника под названием «Олешко, Олешко, давай пойдем копать орешки». Такая сложная схема. Александр, Олешко у нас сегодня в гостях. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А ты знаешь, что я лауреат конкурса с любым романским? Был такой конкурс. Александр, а можно ли сейчас? А можно ли, я могу сказать, что ты замечательно пейшь романским? Да. Вот у тебя какой самый лучший романский? Вот я тебе сейчас расскажу. Нет, нет. За что я получал премию. Расскажи, расскажи. Я должен был пропеть строчку. Я сам, увы, того не зная, чуть-чуть влюбляюсь лишь порой. Как ты заметил, при появлении, значит, каких-то кумиров детства, я... Все. Вижу, угловым зрением входит Этуш. А я его так уважаю и люблю, и он был нашим ректором. За ним заходит мой художественный руководитель Иванов. Это вообще, когда он сходил, я просто падал сразу в обморок. И я пою. Я сам... Нет, я так. Я сам порой, порой, не зная, порой, влюбляюсь лишь порой. Все, что можно было заменить на слово порой, я заменил, спел, поклонился, все, значит, ну, за кулисами... А Этуша Иванова говорит, я же тебе говорил, здесь не пивная, пошли в другое место еще. За кулисами подходит ко мне один человек и говорит, ну, ничего, хорошо, есть чувство юмора, ирония, вот. Ну, хорошо бы знать, конечно, текст. Я говорю, ну, я прекрасно знаю текст. Нет, ну, вот вы там порой, порой... Я говорю, послушайте, может быть, у вас какой-то неверный перевод этого романса или что? Он говорит, я автор этого романса. Михаил Глинка. Звуля вот так трясется от ужаса и позора. А мы в Театре Современник, в твоем любимом театре, знаешь, как один раз на Вишневом саде выходит человек, который должен сказать, у нас в огороде нашли замечательную белую глину. Он берет и говорит, у нас в огороде нашли замечательную белую гниду. Чего, почему, как, ну, ладно. Потом заболел, ну, так случилось, кваша на одном спектакле, его заменил авангард Леонтьев. Ну, конечно. Он стоит, играет Гаева, за ним, значит, полукругом, там, стоит Ниелова, Гармаш, Лена, Яркар. Саша, я могу, я могу вот сюда. Это без кошечек. А, значит, без кошечек, это нужно без кошечек. Все, я чистую туда вот сюда, да? Да, правильно, туда? Да. Все, сколько? И что? Ну, и вот стоит он, мизанценно-центральный, он должен сказать, все было хорошо, ну, по пьесе, пока не продали Вишневый сад. Ну, и что-то вон там, что-то случилось, у него он берет и говорит, все было хорошо до той поры, пока не продали. Детский сад. Чего? Ну, кто-то, значит, так аккуратно трясется и уползает за кулисы, кто-то не может уползти, стоит и делает так, кого-то рыдает, на самом деле трясется от смеха. Ну, ладно. Ну, антракт, все друг над другом посмеялись, что ты, ты. Да, ну, ну. Ну, прохожий, есть такой там в пьесе, он выходит и он должен спросить, простите, пожалуйста, а мне подскажете, как пройти к Вишневому саду? Ну, и Мугаев этот, он говорит, что ну вот, пожалуйста, этой дорогой через кладбище. Ну, видимо, такой день был. Да, конечно. Выходит прохожий и говорит, простите, пожалуйста, а как пройти на кладбище? Ну, все стоят, это шеренга. Тут вопрос от того, кто играет эту роль. Да, опять кто-то, кто-то рыдает. Ну, Гаев решил отомстить. Он берет ему и говорит, а вам зачем туда? Вот, вот. И тут уже, и тут в фойе потом, когда выходят уже артисты после спектакля в актерское фойе, подошел человек, сказал, вы знаете, я Антон Павлович Чехов. Можно я это чуть-чуть вот так сделаю? Чуть-чуть грушки для блеска в глазах, не балуй нас грушкой. А яблочко там уже есть? О. Я даже не заметил. О, сколько там яблочек. А, так, у нас там есть яблочко. Мандаринчик нужен. Мандаринчик, мандаринчик не нужен, что он кислый. Теперь сейчас арбузиком будем блокировать. Арбузиком будем блокировать, как говорил Владимир Усовский, на гастролях в Бухаре. Так. Так, я мешаю, наверное. Мешай. Можно это даже, так сказать, помять, это не важно, что он будет мягкий, это очень хорошо. Так. Вот там все уже в арбузном соке. В прозрачную или беленькую? Как лучше? Мы... А ты будешь это вываливать? Ни в коем случае, я вот так сделать хочу. Ну, конечно, вот так, конечно. Или в прозрачную? Нет, прозрачную не надо. Значит, давай сюда натыкаем всяких прекрасных зонтиков. А так, чтобы это на столе стояло старый Новый год и был какой-то такой вот... Было какое-то ощущение зонтов. Да, зонтов. Назовем так. Анапа-лето. Объясните мне, что вот это после всего прочего запускается в, как называется, соковыжималку. Так. Делается фреш арбузный, туда трубочка, кусочек апельсинки, зонтик. И получается потрясающая, красивая новогодняя история. Все понятно. Я просто хочу тебе две секунды прям посвятить тому, чтобы достать две тарелочки. Саш, поставь их вот сейчас вот сюда. Вот раз тарелочку, вторую. Ты бери вилочки, Саш. А я пойду возьму рукавичку. Так. Возьму, да и достану. Ай-яй! Ай! Ай-яй-яй! Что там? Хочу достать. Макаревич тебя укусил? Да. Так. А гениальная песня же есть для этого трололо. Трололо, конечно. Ло-ло-ло-ло-ло-ло. Ло-ло-ло-ло. Так, друзья, посмотрите, что у нас получилось. Да, пожалуйста, посмотрите. Сашка, Саша. Это есть можно? Оно там запеклось, посмотри. Да, конечно, запеклось. А что бы не запеклось? Конечно, запеклось. Двадцать раз. Саш, смотри, Саша. Ну что, красивенько все получилось, мне кажется. Да, именно красивенько. Это, Саш, я на две секунды просто хочу всем рассказать, как мы это готовили, просто рецепт. Значит, друзья, мы берем черную треску, соль, перец, выкладываем в форму, рядом кладем спаржу, заливаем все сливками и в духовку. Все. Дело сделано. Второе. Берем, нарезаем цукини в яйцо, в муку, с солью и перцем в яйцо на сковородку. Все. Третье. Берем арбуз, вынимаем сердцевину. Туда груши, яблоки, бананы, обратно арбуз, виноград, зонтики. Та-дам! Все верно? Да. Дорогой Александр. Так, дорогой Иван. Дорогие друзья, а не попробовать ли нам, Александр, то, что приготовил ты, Александр, всем нам? Попробуем? Попробуем. Поехали. Начнем с цукини. Старый Новый год. О! Ммм! Ммм! Ну просто с соли можно было чуть побольше. Но это не проблема. Соль – это то, что можно добавить всегда. Так. Сюда можно еще соус добавлять, мне кажется. Можно еще и белого соуса этого добавить. Дай-ка, попробуй. Ну, рыба готова. Самое главное, что это очень быстро. Ммм! 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 Что, косточки нашел, скорее? Наши сучки вкусные, а? Ну, одну секунду я прервусь. Все, а теперь? От нашего спонсора. Корзина цейлонского ароматного чая «Акбар». Друзья, это чай «Акбар». Неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Для остроумного, веселого, всегда с хорошим настроением и талантливого, нами любимого Александра Олеговна. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Саша, я скажу тебе, как однажды сказал тебе Этуш, я должен удалиться, но ненадолго. Я вот скажу за конторочку мою, на которой сидит Дед Мороз, и кое-что скажу. Друзья, Александр Олешко сегодня был в Смаке, давайте поаплодируем Саше. С Новым годом! Спасибо огромное. С Новым годом! Со старым! Со старым Новым годом! На этом наш литературный кулинарный альманах заканчивает на сегодня свою вялую работу. Мы вернемся к вам в следующий раз, и вы узнаете, друзья, что профитроль в переводе с польского означает «В тюзи я играю в основном отрицательных персонажей». До свидания. Вы видите, как Дед Мороз садится на шпагат? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...